Ещё один своеобразный дебют на ТВК. По субботам в эфир теперь выходит проект под названием «Солнцев». С известным ведущим Иваном Солнцевым программа отличается вкусной подачей, особенно с точки зрения видеосъёмки. Для создания плавной, яркой и стабильной картинки используется техника уровня голливудского кинематографа. За кулисы нового проекта «Солнцев» сегодня заглянула Василиса Лукашевич. Если представить на улице красивую девушку или элегантную даму в красивом, шикарном платье. Один из любимых красноярцами шоуменов примеряет новое для себя амплуа. Не секрет, программа «Солнцев» практически вся состоит из полезной и практичной информации. Однако подача такова, что зрители не переключают канал. Более того, многотысячная аудитория ждёт и смотрит шоу. Почему так происходит? Во-первых, имеет значение харизма ведущего. Иван умеет создать доброжелательную атмосферу, и ему самому интересно то, что происходит в ходе съёмок. Эта программа помогает разобраться в том разнообразии, которая появилась сейчас в нашей жизни. Это и места общепита, это и одежда, это и услуги. Потому что с каждым днём становится больше, фирм появляется ещё больше. И мы как-то берём во внимание именно те вещи, которые будут интересны нашему зрителю. И те вещи, которые можно попробовать на себе. Во-вторых, важно не только, что снято, но и как снято. За кадром работают настоящие перфекционисты. В программе вы никогда не увидите статичных кадров. Камеры в руках операторов движутся, скользят по рельсам, летают в воздухе, поднимаются над городом с вертолётами и снимают яркую высококачественную картинку. Вот, например, американский стадикам. Это приспособление для плавной съёмки при любых условиях. Техника уровня голливудского кино. Специалисты называют стадикам электронным роботом, который даёт зрителю мягкий эффект полёта. Цены на такие устройства могут сравниться со стоимостью автомобиля. Создатели, пожалуй, самой красивой программы в Красноярске говорят, результат того стоит. Мы всегда в рекламном производстве, то, что происходит на нашем канале уже на протяжении многих лет, мы стараемся делать именно конкурентноспособный продукт, который могли бы смотреть не только жители больших городов России, Москвы, Питера, неважно, но и чтобы он конкурировал именно с европейскими продуктами. Можно придумывать матрицу, но если ты не имеешь 500 фотоаппаратов, ты её не снимешь, ну никак. Поэтому, естественно, техническая база, она в этом плане играет. Но если не первая, то почти первая роль. В рекламу высокого уровня готовы вкладываться самые разумные и дальновидные клиенты, констатирует директор отдела производства телекомпании ТВК Юлия Сорокина. Кризис – самое время, когда нужно не жалеть денег на собственное позиционирование. Это шанс захватить долю рынка, закрепить и расширить позиции. Желание сэкономить сейчас на маркетинге очевидно и понятно, но скупой, как известно, платит дважды. Вот телекомпания ТВК не сокращает во время кризиса бюджеты на маркетинг. О чём свидетельствует наша прекрасная новая студия, не знаю, видно её за мной или нет. Это как Василиса хотела рассказать историю с пальто. Вот я купила пальто в сене и всё переживаю. Я купила его за дёшево, и оно красивое, такое хорошее. Но я вот проходила вот сколько тут сейчас, апрель, да, полмесяца, и у меня оно стало закатываться. Я подумала, лучше бы я купила не за 10, а лучше бы я купила за 20. Это в два раза для меня дорого. Это для меня дорого было бы. Но я бы проносила его дольше. И в итоге это вышло бы дешевле. На выходе получается продукт, который близок к потребителям. Проект погружает в мир роскоши, дарит эстетическое удовольствие, использует массу интересных и полезных фактов и показывает Красноярск под новым углом. Оценить еженедельную программу «Солнцев» можно в ближайшую субботу в 20.30. Василий Сулкашевич, Виталий Субботин. Новости ТВК. Продолжение следует...